С нового года вырастут цены на железнодорожные билеты. С 1 января в среднем на 10% подорожает проезд в плацкартных вагонах, в купейных на 5%. Билеты в категории СВ останутся без изменений, но в железнодорожных кассах уже сейчас предупреждают, что подорожание начнется и до нового года. Это сезонное увеличение цен, но очень существенное, чуть ли не в два раза. А вот авиабилеты будут продавать без новогодних надбавок. По крайней мере, об этом говорят открыто. Яна Лисовая изучала путевую и не всегда понятную арифметику. Студентка Анастасия Шикер на четвертом курсе уже освоила высшую математику, а вот путевую никак не может. Она приехала из Тынды и до сих пор не понимает, почему дорога домой обходится так дорого. В родную Тынду Анастасия ездит как минимум два раза в год, чаще слишком накладно. Билет в плацкарте стоит минимум полторы тысячи рублей. Для сравнения, до Владивостока можно доехать за сумму гораздо меньшую, при том, что расстояние почти в два раза больше. Стипендия две и дорога обычная. Последний раз я ездила 1800 была, а по праздникам две, 2200. Перед Новым годом билеты традиционно растут в цене. Сезонная их стоимость может увеличиться даже в два раза. По опыту прошлых лет, после праздника цены обычно снова падают. Но не в этот раз. С 1 января РЖД объявила очередное плановое повышение. На плацкартные билеты 10%, на купе 5%. Категория СВ под увеличение не попадает. Коэффициент повышения тарифов действует с 1 января и действует на дату отправления поезда. То есть, если сейчас у нас уже пассажиры приобретают билет с 1 января, то они его уже будут приобретать по новым тарифам. Вот и получается, что расстояние в этой денежной формуле величина постоянная. А вот сумма меняется. В официальном пресс-релизе РЖД сказано, индексация цен в этом году даже меньше, чем уровень инфляции. Авиаперевозчики руководствуются другой математикой и другими расчетами. Говорят, сезонного повышения не будет. Единственное на время приостановят действия льгот. Возобновились перевозки для молодежи до 23 лет и лиц пенсионного возраста. Единственное, что в новогодние праздники продажи по таким тарифам не производят компания. До 22 декабря ориентировочно и с 10-12 января. Сейчас улететь в Москву из Благовещенска можно даже за 5,5 тысяч рублей, в то время как билет в купейном вагоне обойдется в 9,250. Еще один пример – дорога из Благовещенска до Владивостока. В купе это 3 тысячи, на самолете 3,800. Кстати, недавно рейс в Приморье вновь стал регулярным. Но повышение цен на топливо тоже неизбежно, так что вполне возможно, что перелеты тоже станут дороже. Главное, что у любого путешествия есть альтернатива. Самолеты падают, поезд не падает, безопаснее. И даже несмотря на повышение, в поездах все равно будут пассажиры. Кто-то добраться из пункта А в пункт Б может только поездом, кто-то боится летать, а кто-то просто романтик с большой железной дороги. Яна Лисовая, Кирилл Захаров, Константин Волков. Новости дня информационного агентства Порт-Амур.